так мы в гостях марка марк покажет нам мастер-класс как готовить плов берем масло подсолнечное два с половиной стакана масла масло пока греется вот он нож и нужно немного пока будет прогреваться я взял курдюк бараний у меня весь мятый запах ощущает это самое вкусное мясо которое только может нюхать это не твоя индейка курдюк это баранье сало наверное да которая нижняя часть спины верхняя часть другой части тела который находится сразу под спиной и которая недавно мы кушали в тули бараньем шашлычке и определили что это очень вкусно когда курдюк является прослойками марка скажи своим читателям телезрителям как ты выбираешь мясо для плова у меня прикольное место в принципе выбирать надо так вы приходите несколько раз в одно и то же место и покупайте что-нибудь по мелочи на 4 5 раз они вас уже помнят вы для них постоянные покупатели они перестают вас обманывать я понимаю что это сейчас звучит как по какому-то признаку по признаку профессии дискредитация но кажется что именно так все продавцы не дима склонно обманывали своих клиентов если они их не знают постоянным клиентам они доверяют и дают вкусное мясо ты на это намекаешь по крайней мере на рынке там ближе к этому ситуации когда в магазине по каналу все попроще ну да то что взял у нас была могла оранжевая и я взял желтая морковка оригинально делать и желтой морковки на самом деле это как бы на разнице нет насколько я понимаю во вкусе один самочек чтобы он должен права я варится очень быстро в течение нескольких минут буквально поэтому нужно пропарить ну не пропарить замочить варить на чтобы он очень был почти готов то есть в принципе рис если свежий готовить он должен вариться двадцать минут здесь вот буквально может быть пять пять минут окосил и пока уже доходит до того он просто сейчас мягкий он уже почти вареный и еще есть чеснок мы его положим он будет просто томится под крышкой так значит что у нас здесь происходит мы просто вытапливаем тебя скульпичный жир за счет того чтобы запица жир будет чуть более темное масло и это придаст определенный красивый и аромат курдюк до курдючный аромат он точно будет я обычно беру не очень много курдюка потому что у нас россии много не любят по крайней ребята южные они кладут гораздо больше вот мы мясо прожали теперь посмотри у нас чуть темнее стало масло и это придаст небольшой интересный вкус мой цвет нашему полу такой темно-желтый будет вот красиво а это и это мы сейчас мы можем а это курдюк для поджаря закусывать марка правда что для развития кулинарного таланта 10 грамм не бывает 50 грамм я хочу сказать так что для меня целых 30 килограмм сам что же нет его качестве для развития кулинарного таланта надо любить и есть наверно то есть курдюком был просто подготовительный этап чтобы получить вкусное масло а вот сейчас она будет обжаривать минут 15-20 где-то так пока не начнем покрываться легкой корочки красота страшная сила вот у нас пожарился где-то минут 10 мясо у нас уже чуть-чуть обжарено вот такой уже немножко со всех сторон коричневая с некоторых по крайней мере все и теперь мы его переводим в режим тушения что значит режим тушения мы его закрываем овощами сначала это лук лук мелко нарезанный обычный белый лук просто выкладываем значит вот здесь у нас то что было это было на быстром огне на большом крышкой у нас это будет стоять тоже минут пять пока лук нет не растопится не станет прозрачным у меня есть два друга которые меня учили андрей он полупрофессиональный повар он вообще не повар аналитичник но в армии он был поваром готовил на 100 человек и умеет готовить плов он мне показал как делать в казане и второй эрик он меня учил делать на костре у нас лук растаял уже и не видно практически вот это вот то должно быть состояние золотистого цвета теперь бывали морковка морковка здесь у нас и оранжевая желтая какая была желтая в принципе ее ведут с юга с узбекистана именно желтой морковкой делают плов но не обязательно делать желтой оранжевой подходит не чуть не меньше если кто-то рассказывает что вот только должна быть настоящая та желтая морковка смело смейтесь им в лицо правильный плов это плов сделанный правильными руками из правильной морковки да значит сюда же мы засовываем цельный чеснок он будет здесь томиться и тушиться по сути он когда все приготовится он будет очень вкусненький мягкий да и вкусный это секрет твой добавление данного чеснока это это именно такой чем-то да так все и теперь мы добавляем сюда специи в первую очередь это конечно поскольку здесь будет прям реально много это будет в порядке пяти можно солью не жалеть она на самом деле пропитается если обпитается и бриз и в овощи и в мясо на рынке я сегодня взял специй зира и барбарис а куркума у меня есть еще шафран рекомендуют на шафран он очень дорогой можно заменить его куркумой так барбарис вот рядом с барбарису на самом деле можно добавить а есть остатки этого винограда изюм как барбарис его тоже можно добавлять и последняя зира вот запах плоту придает зира если вы помните как пахнет плот он у меня так вот пахнет и немножко надо размять еще немножко чувствуешь запах да тот самый да эти специи беру на рынке просто приходит покупаю там так куркума у меня было от меня братьев стал очень красочно да и ароматно можно холодно переливать но холодная она будет долго достаточно накипать поэтому даже на гостке лучше заливать горячую почти кипящую воду и здесь готовится пять минут на самом деле очень очень быстро потому что он действительно пропарился скорее всего тут больше под крючкой будем держать чтобы он так напитался кипение будет очень быстро так сейчас секундочку это кипец в водах короче если вы готовите не запевая это ромом а готовите с любовью кубинским то все дело все насмарку без рома ничего не получится а нехо и пиво смешать но не взбалтывается вот воду наливаем это кипящая вода и поскольку она кипящая нам придется не очень много это все ловить где-то сантиметров полтора над рисом нормально и делаем большой огонь и с открытой крышкой сейчас это будет вариться минут пять на большом огне на большом да буквально пять минут все вот я уж увел огонь в самый минимум теперь он просто настаивается вода выкипела вот она ушла вот но внизу сам есть еще немножко я вот так собираю я в нем делаю несколько отверстий я увел огонь в самый минимум и накрываю крышкой и сейчас он стоит еще минут десять и через десять минут у нас готовый кубин ура пожалуйста это лук и и помидоры вкусные южные помидоры с нормальным помидорным вкусом и мы будем закусывать наш лук ну вот смотрите у нас что есть у нас лук готовый вы видите рис 1,4 рассыпается не слипается это хорошо так и должно быть это баранина вот чеснок он тушился несколько минут 20-10 в этой смеси овощного сока и мясного сока и в этой смеси масло и он сейчас очень мягкий вы начнете когда его есть он просто тает на языке в этом его большой плюс и это такая закуска к плову да это помидоры и огурцы и просто это все добавляете соль и сель соль тут уже наверное нельзя ну если нужно то только соль добавим а теперь уже плов плов очень вкусно мммм все великолепно ммм 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 все Продолжение следует...